Согласно статданным ГИБДД Адыгеи, с начала года зарегистрировано 16 аварий с участием пешеходов. В них 3 человека погибли и 10 травмированы. Большая часть этих ДТП совершена в тёмное время или в непогоду. Накануне в посёлке Яблановском Тахтамукайского района 64-летний местный житель сбил 60-летнюю жительницу Краснодарского края. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и наехал на женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами доставили в больницу города Адыгейска. В республиканском центре, прибывшими на место другого ДТП, сотрудниками следственной оперативной группы и госавтоинспекции установлено, что 45-летний местный житель не справился с управлением иномаркой и допустил наезд на 61-летнюю майкопчанку. Она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. МВД по республике Адыгея напоминает о необходимости проявления бдительности и строгого соблюдения скоростного режима, особенно ночью. Коротко о некоторых мероприятиях и событиях в ведомстве. В майкопе полицейские сотрудники МЧС провели совместные пожарные учения. Они прошли в одном из административных зданий МВД по республике Адыгея. По замыслу тренировки в помещении на третьем этаже произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация. Совместными усилиями сотрудников полиции и спасателей условный пожар был локализован. Действия сотрудников обоих ведомств соответствовали установленному алгоритму. В Адыгея учащиеся полицейского класса в ходе экскурсии в МВД познакомились с деятельностью экспертов-криминалистов. Будущим стражам порядка рассказали, что каждый гражданин имеет право добровольно пройти процедуру дактилоскопической регистрации. Школьники также пополнили запас знаний об основных признаках фальшивых билетов Банка России и увидели некоторые изъятые образцы подельных купюр. В Адыгеи полицейские инспекторы ПДН провели со школьниками урок правовой грамотности. Они рассказали об основаниях постановки юных правонарушителей на профилактический учет и как это может сказаться на их дальнейшей жизни. Важной темой повестки стали разъяснения подросткам мер профилактики распространения наркомании. В завершении школьников призвали быть законопослушными и всегда учитывать мнение взрослых. Полицейские в Адыгеи провели со студентами колледжа беседу о правовой грамотности, профилактике наркомании и экстремистских проявлений в молодежной среде. Еще одной важной темой стало противодействие мошенничеству, совершаемому с помощью мобильной связи и сети интернет. Завершая выступление, сотрудник МВД призвал студентов всегда отдавать отчет своим действиям и прогнозировать наступление неблагоприятных последствий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова